Плотная стена снега и пронизывающий ветер. Собираться участники начали за пять минут до мероприятия, но не у памятника, а поблизости, у Дома культуры. У всех в руках гвоздики, лица взрослых серьезны и задумчивы. Маленькие же сорванцы до конца не осознают торжественности будущего мероприятия. И, наверное, это хорошо. Хорошо, что для них такие слова, как война, сражение, битва, действительно, всего лишь слова из книжек по истории. Ведь в том числе и за это погибали их прадеды. Прорвав вражескую оборону на широком фронте от Калинина до Ельца. Они за короткий срок разгромили группу вражеских армий «Центр». В далеком 18 веке Михаил Васильевич Ломоносов сказал, народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Сейчас, в веке 21, после череды кровавых войн, россиянам есть, что вспомнить. И именно им, нынешним детям, принадлежит будущее. А значит, подобные мероприятия проводятся прежде всего для них. И в школе, и в поселении ведется очень много патриотической работы, очень много проходит встреч с ветеранами, с детьми войны, очень много они выезжают вместе. Если мы будем беречь, а наша задача беречь эту историю, она будет актуальна всегда. И именно тем, что мы тем и сильны, что мы помним свою историю. В торжественном карауле бойцы подразделения военно-космических сил. Зимняя погода словно тоже пытается напомнить о событиях 75-летней давности. По свидетельству историков, в те дни также мела метель и стояли холода. Несмотря на эти испытания, ученики местной школы принимали самое активное участие в митинге. И было понятно, что стихи, которые декламировали юные чтецы, прочувствованы и пропущены через сердце. Не выпускай, боец винтовки, пока не отомстишь врагу. За кровь, пролитую в поповке, и за ребенка на снегу. В митинге принял участие и настоятель Преображенского храма поселка Совхоз имени Ленина, священник Николай Берсенев. Представитель духовенства отметил, что готовность защитить свое отечество – одно из важнейших качеств, которые необходимы для нравственного воспитания подрастающего поколения. Не важно, ты верующий человек, не верующий человек, но если ты в своей истории не разобрался, если ты махнул на нее рукой, то о какой нравственности можно говорить? Тогда любви к родине, любви к своей культуре, к своей истории не будет. А значит, не будет и бережного отношения друг к другу. В конце митинга участники возложили цветы к памятнику павшим в Великой Отечественной войне. Максим Козлов, Константин Брылов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.